Привет! Меня зовут Саша, и сегодня я вам расскажу, что у меня в сумке. На самом деле я не очень люблю большие сумки, мне с ними некомфортно передвигаться и ходить, поэтому я ношу с собой вот эту маленькую сумочку, она моя самая любимая, и несмотря на ее размер, в нее все вмещается. Начинаем, пожалуй, с самой важной вещью в моей сумке. Это наушники, без которых я не выхожу из дома. Люблю слушать музыку всегда и везде. Вторая важная вещь это корнет де студент, внутри, внимание, проездной, потому что я люблю ездить в троллейбусах и делаю это бесплатно с помощью вот этой вот штучки. В моей сумке очень много мусора, и, например, в проездной за октябрь, который уже давно пора выкинуть, потому что скоро кончится ноябрь. У тебя есть возможность его выкинуть. Дальше это флешка. Я, несмотря на то, что очень редко делаю какие-то презентации, рефераты и так далее, она все равно у меня лежит в сумке, я всегда знаю, где она лежит, как ее найти. Следующее, что я вам хочу показать, это таблеточки, это обычные для головы, это для животика обезболивающие. На всякий случай, ношу их для подружек, которых у меня нет. Вот, и если кому-то что-то надо, обращайтесь, у меня в сумке всегда есть мини-аптечка. Следующая вещь, следующая вещь в моей сумке, это вот такой прекрасный синий шоппер. Здесь дырочка, кроличек его прогрыз, но ничего, это не отменяет его функциональность. Я всегда его ношу в сумке, чтобы, если вдруг мне надо внезапно зайти в магазин, я не беру там пакет, потому что эко-френдли, спасем планету и так далее. Берите шопперы с собой, они вместительные. Блокнотик, опять же, фирма Nativ Sofim, Израильский культурный центр. Вот это я буду рекламировать, это сила, это мощь. Дальше у нас идет изолента. Внимание, не у каждой девушки в сумке вы найдете изоленту. Я у себя ее нашла только что, не знаю, откуда она там и почему она там лежит, но изолента скрепит все. Гигиеническая помада Daily Care. То есть, заботится о нас каждый день, потому что губки обветриваются. Мальчики, вам тоже советую, нужно всегда красиво улыбаться. И вот еще одна вещица в моей сумке, которая лежит там давно, это вентилятор. Когда было жарко летом, осенью, я им активно пользовалась. Его можно вставить в телефон, в айфон в моем случае, и он будет вот так вот, ветерок нам в лицо, да. И я его привезла с Израиля, поэтому у меня такое мини-напоминание о нем и о приятных эмоциях и времяпровождении. Душа ловит, 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 ловит. Для меня идеальный день — это проснуться не по будильнику, провести время с друзьями или с семьей. Желательно активно, а не просто проваляться весь день. Посмотреть, может быть, под вечер какой-то хороший фильм и очень вкусно кушать. Когда мне было 6 лет, мы шли с мамой домой с прогулки, и она меня попросила пойти вперед домой и вытащить из холодильника окрошку. Это суп такой холодный на кефирчике или на квасе. И положить на плиту. Она как бы имела в виду просто поставить, чтобы суп немножечко согрелся и не был таким холодным. Но умная я положила его на плиту и зажгла огонь. Окрошку мы не ели. Я считаю, что у любой девушки должны быть... Должны быть сумки. Я считаю, что у любой уважающей себя девушки в сумке должны лежать гигиеническая помада, салфетки и какие-нибудь таблетки на случай, если внезапно станет плохо в городе, на какой-либо встрече, в школе, в университете и так далее. Так, искренность, синоним честность, то есть это как одно. Второе, чувство юмора. Все мы должны уметь смеяться как над собой, так и над другими, потому что другие тоже смешные. Третье качество. Четвертое, коммуникабельность. Офигеть, какие я слова знаю. Четвертое, это любвеобильность. Пятое, качество. Оно такое качественное. Человек, по моему мнению, обязательно должен быть добрым. Да, я очень люблю разговаривать с домашними животными и только с домашними. Я всегда здороваюсь с собачками и с кошечками. Я не всегда здороваюсь с своими соседями. Но собачки и кошечки на улице, это, да, я их стараюсь кормить, гладить и так далее. Продолжение следует.